Всем привет, на связи Максим Петров. Я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в это непростое время. Тема сегодняшнего видео это 5 акций, которые обеспечат вам пенсию. Какие акции наиболее интересные можно было бы включить непосредственно в пенсионный портфель и почему? Когда я размышлял на тему данного видео, то я смоделировал такую ситуацию из разряда не просто дать. Мало того, что я нахожусь в рынке, я постоянно выбираю определенные акции. Акции могут становиться лидерами, с акциями могут происходить какие-то неприятности. Компания вообще может уходить с рынка. Жизненный цикл компаний самый успешный может составлять 50-75 лет, лишь единицы переживают этот промежуток времени. И когда мы говорим о пенсии, то я смоделировал некую такую модель, как будто бы мне 100 лет. Мне сказали, вот Максим, вам осталось жить один месяц. И у меня возникает вопрос, да, то есть у меня там 10 внуков, да, есть миллион долларов рублей, которые бы я распределил. То есть я понимаю, что через месяц управлять своим портфелем, управлять своим собственным капиталом я не смогу. То есть я могу купить только 5 акций в инвестиционный портфель. Вот какие бы акции я купил. Помимо всего прочего, дополнительными ограничениями, чтобы это было еще более интересно, ситуация там не изменится, упадет какой-то железный занавес, выехать нельзя, глобально инвестировать нельзя, то есть инвестировать можно только на российском рынке ценных бумаг. Вот каким бы образом я поступил. В принципе, почему мы говорим про пенсию, почему мы говорим про акции, почему мы не смотрим на какие-то другие инвестиции в настоящий момент, это не значит, что только в акции нужно вкладывать, и только в эти 5 историй, которые я хотел бы сегодня назвать. Вообще, когда говорим про акции, нужно понимать одну простую вещь, что это один из немногих инструментов, который позволяет защитить свои средства от инфляции. Когда мы говорим про пенсию, что такое пенсия? Пенсия – это некая подушка безопасности, которая обладает определенным денежным потоком, и мы понимаем, что пенсионный капитал не может находиться исключительно в акциях, и поэтому, когда мы говорим о том, какие бы акции стоило включить, то, с одной стороны, эти акции должны обладать потенциалом роста, то есть это должны быть еще не какие-то не очень крупные компании, которые развиваются, или они могут являться крупными, но очень серьезно начинают изменять свой бизнес для того, чтобы расширить линейку продуктов, чтобы занять еще большую долю на рынке, и, соответственно, имеется потенциал для роста капитализации. То есть сами акции могут вырасти в цене за счет того, что у них будет расти капитализация, у них будет расти размеры бизнеса, у них будет расти размер выручки, размер денег, которые они будут генерировать для будущих пенсионеров в форме дивидендов. Второе – это то, что акции впитывают себя в инфляцию, потому что в современной экономике, модели экономики спроса и предложения, где роль кредита очень и очень высока, мы получаем такую ситуацию, как инфляцию. То есть если в экономике присутствует кредит, то мы неизбежно будем сталкиваться с инфляционной составляющей. Инфляция будет всегда. Когда-то она будет медленнее, когда-то она будет более быстро расти. Все это зависит от стоимости процента, от того, что присутствуют кредитные деньги. Леверидж в экономике сейчас он чрезмерно высок, может быть схлопнется, а может и нет, может станет еще больше. Никто этого будущего не знает. Но в принципе в модели экономики спроса и предложения, в которой сейчас живет абсолютное большинство стран, нужно понимать, что инфляция будет всегда. И поэтому нам нужны инструменты, которые эту инфляцию стерилизуют. Каким образом происходит стерилизация инфляции? Что если у вас растет инфляция, то эти инфляционные издержки от инфляции компании вкладывают в стоимость своей готовой продукции. То есть в стоимость готовой продукции вкладывают, и денежный поток, который от этого образуется, соответственно позволяет перекрыть инфляцию. Третье. Акции это право собственности в реальном бизнесе. Бизнес это коммерческие организации, основная цель которых является получение прибыли. И поэтому мы понимаем, что помимо того, что акции будут стерилизовать инфляцию, на уровень инфляции долгосрочно будут расти, второй параметр тех историй, которые я назову, заключается в том, что это компании, у которых значительный потенциал роста выручки, в будущем, и, соответственно, потенциал выплаты дивидендов. И третий момент это то, что компании обладают достаточным денежным потоком, достаточной маржинальности для того, чтобы выплачивать акционерам прибыль. А при этом маржинальность может складываться из двух показателей. Первое. Вы просто сами про себе продаете высокомаржинальные продукты. Что значит высокомаржинальные продукты? Доля чистой прибыли из валовой выручки, то есть net margin так называемый, является достаточно высоким. То есть для России это более 25-30%. То есть из 100 рублей выручки компания 25-30 рублей зарабатывает чистой прибыли. Это первый вариант. Второй вариант. Маржинальность может быть не очень высокая, но при этом идет очень высокая оборачиваемость капитала. То есть очень высокие обороты. Я здесь могу в качестве примера привести, ну, не знаю, там, спортивные товары. То есть есть магазины, там, дискаунтеры, допустим, тот же самый спортмастер. Вы можете прийти туда и купить там коньки, можете купить перчатки для бокса. Ну, то есть, в принципе, для начинающего уровня оборудования можно купить велосипеды. Но при этом, если вы профессионально занимаетесь, я не знаю, триатлоном, и вам нужны специализированные там костюмы для того, чтобы плавать, вам нужны хорошие кроссовки, вам нужны там очень легкие скоростные велосипеды, которые стоят там значительно больше. Такие костюмы вы в спортмастере не купите. Вы будете идти в специализированные магазины по плаванию, вы будете идти в специализированные магазины, которые занимаются исключительно вот такими велосипедами. И поэтому получается, что количество продаваемых велосипедов для триатлона, оно гораздо меньше, чем количество обычных велосипедов, которые продаются. Но при этом маржинальность там достаточно высокая. То есть вы можете продать один велосипед за полтора миллиона, где будет прибыль, там, я не знаю, 750 тысяч рублей, но вы сделаете, там, 10 продаж в год. Или вы можете продать, там, тысячу велосипедов, там, за 15 тысяч рублей, где у вас маржинальность будет, там, я не знаю, 3000 рублей. Ну, за счет того, что высокая оборачиваясь, высокий объемы торгов, то, соответственно, собственный капитал будет обладать более высокой прибылью. Вот поговорили про маржинальность. Итак, давайте к самому интересному, да, какие же акции бы я купил и почему в долгосрочный инвестиционный портфель. То есть первая такая история, в текущий момент являлись бы акции Сбербанка. Объясню, почему. Сбербанк один из самых эффективных банков в России. Сейчас самый адекватный менеджмент, на мой взгляд, находится в Сбербанке. Очень важна позиция главы Сбербанка Германа Грефа, который в свое время заявлял в период кризисов, что последнее, к чему прибегнет Сбербанк, если его придется спасать, это к помощи государства. То есть дополнительные миссии. Что значит дополнительные миссии? Когда банк выпускает дополнительные акции, государство финансирует, соответственно, капитал банка за этот счет, но при этом нужно понимать, что доля текущих акционеров размывается. Доля прибыли, которая приходится на каждого акционера, размывается. Мне это очень нравится. Такого рода подход, потому что если брать другой банк, давайте не будем его называть, тоже с государственным участием. Любые проблемы, какие возникают, да, декапитализация, дополнительный выпуск, размывание доли, государство дает деньги, доля акционеров размывается, размер денежного потока, который получают акционеры, будущего размывается. Вот Сбербанк, соответственно, этим не злоупотребляет, и это действительно очень нравится. Второй момент, по которому я выбираю Сбербанк, заключается в том, что Сбербанк очень активно развивает собственную экосистему. То есть экосистема, юзабилити, дистанционные каналы обслуживания сокращает очень активно затраты и офисы, да, уводя в дистанционное обслуживание, при этом держа маржинальность на очень высоком уровне. Это тоже не может не радовать, плюс текущее развитие, то есть Сбербанк это уже не просто банк в классическом понимании, а это, по сути, больше уже финтех-компания с достаточно высокими цифрами доходности, которые зарабатывает Сбербанк. Помимо всего прочего, он является одним из крупнейших банков в стране, системообразующих банков, и в этом случае, наряду с тем, что сам Сбербанк говорит, что последнее, что будет, это прощение за помощью государству, но, тем не менее, государству он тоже обратиться может, и государство может поддержать за счет средств налогоплательщиков. Поэтому Сбербанк имеет смысл включать в инвестиционный портфель по тем параметрам, которые непосредственно я рассказал. Вторая компания, которую бы я включал в пенсионный портфель, это акции компании «Магнит», то есть это ритейл, это как раз-таки история из разряда спортмастера или специализированный магазин, это продукты питания, это высокая оборачиваемость, это дискаунтер, это, соответственно, одно из глубочайших проникновений в ритейл российский, то есть за счет оборота работает продукты питания, вопрос в том, что покупать всегда будут, качество тамаров могут снижаться, можем перейти на собственное производство, но тем не менее здесь как раз-таки вот эти вот инфляционные риски, которые присутствуют, очень быстро позволяют минимизировать за счет перестановки ценников, которыми обладает «Магнит» раз, два, он может очень хорошо влиять на производителей, то есть когда крупные сети работают с производителями, почему в принципе крупные сети вытесняют вот эти вот магазины у дома, у них есть объемы, то есть многие не понимают за счет чего, потому что есть объемы. Приходит там «Магнит» к производителю сгущенного молока и говорит, сколько ты производишь молока в месяц, я не знаю, 100 тонн. Он говорит, я у тебя буду брать 150 тонн, вот тебе там какая-то предоплата, но мне цена нужна отпускная там на 20% ниже. И в этом случае производители на это и идут, и «Магнит» может держать достаточно низкие цены. То есть как элемент дискаунтера, преимущественно дискаунтера, как то, что реальные располагаемые доходы населения снижаются, и в этот период, конечно же, дискаунтеры обладают большими преимуществами, хотя они также хорошо себя чувствуют и в период, когда экономика растет, доходы населения тоже увеличиваются. Третья история, которую я бы включал в инвестиционный портфель, это акция компании «Русагра». Он, в принципе, в портфеле детей, в проекте «Миллион долларов за 8 долларов в день» присутствует в достаточно большом количестве. Более подробно, если хотите узнать о проекте, ссылка будет внизу под данным видео. Обязательно проходите, смотрите, что это за проект, каким образом он работает. Почему акция компании «Русагра»? Здесь есть очень много преимуществ, связанных с тем, что это сельскохозяйственное производство, что мы действительно в ближайшее время, и это не временная история, связанная с тем, что у нас происходит смена мирового порядка. Продукты питания. Высокая инфляция, продукты питания, соответственно, они будут расти, их всегда будут покупать. Маржинальность бизнеса «Русагра» достаточно высокая, компания активно развивается, компания ориентируется сейчас на азиатский регион, где большое количество проживающих людей потребления, то есть работает не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Компания платит щедрые дивиденды, доля чистой прибыли, которая наполняет на выплату дивидендов, относительно небольшая, и размер дивидендов может увеличиваться. Маржинальность бизнеса достаточно высокая, то есть это сельское хозяйство, это масложировое производство, это производство сахара, это производство свинины, то есть мы видим ключевые моменты, то есть мясо, хлеб с высокой маржинальностью, с расширением бизнеса, и поэтому здесь мы можем получить как рост капитализации, так и очень интересная, привлекательная дивидендная доходность, которую можно получить от компании уже сейчас, для того, чтобы направлять деньги на реинвестирование. Или получение пассивного денежного потока, если мы живем на пенсии в форме дивидендов. Четвертая компания, которая бы включила в такого рода портфель, это акции компании «Яндекса». Яндекса, опять-таки, чем отличается? В нем прошла достаточно существенная коррекция. Один из лидеров российского рынка IT. О высокой маржинальности пока речи не идет. Компания очень активно развивается, трансформируется, предлагает очень удобные сервисы. Просто посмотрите, сколько в вашей жизни сейчас Яндекса присутствует. И, скорее всего, доля, которая Яндекса присутствует в нашей жизни, будет только увеличиваться. То есть это и погода, и поисковик, и картинки, и контент, и музыка, которая обладает. Опять-таки, в условиях того, что может санкции не так быстро быть сняты, здесь явно монопольное положение. Наряду с СВК Яндекс можно включать в свой собственный инвестиционный портфель. Ну и последняя компания, которая бы включила в инвестиционный портфель, имя звучит как акция компании «Новотека». В любом случае, наверное, тут нельзя рассматривать «Новотек» в отдельности от «Газпрома». По идее, и то, и другое брать. Но почему я склоняюсь в направлении «Новотека»? Потому что «Новотек» может значительно увеличить объемы добычи. Ему это позволяет. «Новотек» очень активно развивает терминалы СПГ, жиженного природного газа, мобильность перевозок, транспортировки и доставки. Там более высокая маржинальность, меньше инвестиционных проектов. Инвестиционные проекты, как правило, завершены. И поэтому можно говорить о том, что «Новотек», наверное, как более эффективная компания, «Газпром», в принципе, как «Монополист», который включается в инвестиционный портфель. Но вообще все, что связано с газом, с газом, с энергопотреблением, то есть это та история, которую достаточно сложно быстро заменить. Потому что, что бы ни говорили, российский газ является самым дешевым сейчас для поставки в Европу, потому что, опять-таки, терминалы по рекуперации жиженного природного газа и направлению его в газотранспортную систему Европы – это многомиллиардные вложения, это требует времени. И, опять же, в текущий момент эта история, что называется, газ нужен будет везде. Это и электроэнергия, химическая промышленность, ну и прямое сжигание газа, то есть для промышленных предприятий. Друзья, скажите, какие из этих акций присутствуют в вашем инвестиционном портфеле? Как давно присутствуют? Какие финансовые результаты имеете? С чем вы согласны? С чем вы не согласны? Может быть, есть какие-то идеи ваши собственные, что можно было бы включить в данный инвестиционный портфель? Оставляйте в комментарии под данным видео. Мне это было бы интересно, и это повод для того, чтобы записать очередное видео, изучив те идеи, которые вы направляетесь в комментарии к данным видео. Что ж, друзья, на этом у меня все. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи, всего самого хорошего. Пока-пока.